Приветствую вас. Чувство ревности ни в коем случае не нужно пытаться побороть. Дело в том, что у ревности есть вполне такие реальные причины. Эти причины связаны с тем, как вы воспринимаете себя, окружающий мир, людей, вокруг. Ну и, конечно же, речь идет об отношениях. И, собственно, речь идет о том, как вы выстраиваете, собственно говоря, отношения с людьми. Вот. Это, конечно, очень и очень важный момент, если мы говорим о том, как вот не ревновать. Значит, смотрите, давайте поисследуем о ревности таким образом. Значит. Ревнует человек. Тогда. Когда. Боится стать один. Не верим в себе. Есть проблемы с самооценкой. В прошлом был достаточно негативный опыт. Взаимодействие. Взаимодействие. А, значит. Ну, с изменами, да. Либо он, либо его родные люди. Вот. Соответственно. А, соответственно. А, человек, хоть, несет свой опыт, а, такого взаимодействия в отношении к людям. Наконец, а, последний момент, это сведение ценности человека к материалистичной, потому что... Ревность говорит, как правило, про принадлежность. То есть, вот. Ревность, это про то, что я хочу, чтобы ты... Ну, условно, да. Хочу, чтобы ты принадлежала только мне, допустим. Да. Вот. Или принадлежала только мне. И, соответственно, это вот такое материалистическое восприятие человека. Ну, собственно говоря, тоже является достаточно серьезной проблематикой. Вот. Потому что... agile, эффективно мешает п Rahmen max. ят по строению адекватных отношений с людьми. Вот. Как бы нам, интересно. Воу... Нужно м, а м, в, процессе... Процесса, психотерапия, рассмотреть, что является основанием для ревности у вас, какие потребности, какие конфликты, и после этого я буду в этом направлении. Могут быть совершенно разные способы работы, работа с психоаналитическим ключем, проработка детско-родительских отношений, установок. Это может быть работа гистальтерапии, работа со смыслом, экзистенциальная логотерапия. То есть это вот такое осознавание, скажем так, ценности человека и себя, вот, себя по отношению к окружающим и самой себе. Вот это работа с чувствами, чтобы вы, может быть, не может быть, а скорее всего, чтобы вы как-то вот лучше, да, принимали себя, чтобы вы лучше воспринимали себя, чтобы вы лучше, ну, относились к себе. В один момент в ревности играет сравнивание, то есть вы можете сравнивать, вы можете сравнивать себя с другими людьми. Вы можете сравнивать своего партнера с, ну, значит, своего партнера с другими партнерами. Вот. Такая, такая ситуация тоже может, в принципе, быть, вот, хотя, безусловно, это не есть, ну, не есть хорошо для отношений. Вот. То есть все это, в принципе, корректируется, все это, в принципе, прорабатывается, вот, со всем этим работа, ну, может, может вестись. Вот. Совершенно, в общем-то, спокойно. Вот. Если есть на это желание. Вот. Ну, вопрос, как я уже сказал, вопрос, основной вопрос вызывает, то, что вы пытаетесь, по большому счёту, бороться, вот, то есть не рассматривать, да, например, откуда у вас ревность, да, вследствие чего она происходит и так далее, и так далее. А именно, вот, бороться, исподавлять, убирать и прочее. Вот это такое вот, можно сказать, ну, рикетное, да. Отношение к себе, оно ни к чему хорошему не приводит, вот. Ну, потому что игнорируется человек, вот, игнорируется. Это желание человека, игнорируется, потребности человека, в таком случае, ну, то есть вот то, что с вами происходит. И к сожалению. Вот. И, в общем-то, это всё, это всё, крайне вот негативно сказывается на том, как выстраиваются отношения с людьми, ну вашим, с людьми, которые вот вокруг вас. Вот, это негативно очень сказывается, вот, и, соответственно, вызывают трудности, потому что вы не можете вести себя естественно с людьми, вы постоянно озабочены, озабочен, озабочен тем, чтобы, значит, ну, тем, чтобы что-то получить, вот, для себя рабочен тем, чтобы что-то реализовать, да, рабочен тем, чтобы какие-то вещи у вас получили, чтобы какие-то люди с вами находились в, ну, в отношениях, вот, и получается так, что вы в то время находитесь в напряжении, вы боитесь, опять же, что, ну, вас оставят, там, грубо говоря, ну, в одиночестве. Вот, и все это не может не мешать. Вот, поэтому, собственно, так вот и, ну, поэтому так важно, работать именно, вот, вот, с, ну, с организацией, с организацией, ну, вот, взаимодействия, эм, своего взаимодействия ССМ, с другими людьми, вот, чтобы вы не задумывались, а, о том, о том, что, вот, вас, там, грубо говоря, могут бросить, да, вот, что вас могут оставить, что вы можете сделать, вот, чтобы этого не было, не было, потому что, это очень сильно мешает, очень сильно мешает, мешает, это вот именно нормальному, ээээ, взаимодействию, ээээ, ээээ, на этом все, в принципе, я думаю, то есть на этом можно закончить, пока что мой ответ. Вот, эээ, я надеюсь, что это вам было полезно, надеюсь, что это было вам интересно, эээ, еще раз хочу повторить, что нельзя бороться ни с чем, нужно, нужно и можно, ээээ, значит, только раскрывать, эээ, ну, более, более, подробно, то, что вы чувствуете, вот, и учиться взаимодействовать с этим. Я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи, я надеюсь, что, готова, пора прошиться. Спасибо. Спасибо.